Продолжение, дорогие друзья, обращение! Нарушая законы физики, аэродинамики, кажется даже здравого смысла. В небе над Липецком Су-35 забывает о том, что перегрузки и углы атаки бывают предельными. Так самолеты не летают, это не самолет, а НЛО. Так обычно говорят, когда видят полеты новейшего многофункционального истребителя Су-35. Его секрет в двигателях с управляемым вектором тяги. Дело в том, что сопла двигателей на обычных самолетах могут только расширяться и сужаться. А на Су-35 они отклоняются вверх и вниз, давая ему так называемую сверхманевренность. До этого дня Су-35 видели только на престижных авиасалонах и закрытых показах. Липецкий аэродром один из немногих, где базируются самолеты этого типа. В день ВВС летное поле открыли для всех желающих. В воздух уникальную машину поднял начальник авиацентра Александр Харчевский. Я считаю, что этот самолет это достижение науки, техники, конструкторской мысли, производителей. Это наше будущее. Поэтому такими самолетами военно-воздушные силы, конечно, будут иметь очень мощные крылья. В одном строю с околой России русские витязи и стрижи. И это тоже уникальный случай. Лучшие асы страны собираются вместе разве что на Максе. Парад пилотажных групп в Липецке начался на земле с поздравления от главкома ВВС Виктора Бондарева и региональных властей. Позвольте мне от себя лично, Аталия Петровича, от всей души еще раз всех поздравить с этим замечательным праздником. Пожелать всем доброго здоровья, счастья и благополучия. Разбрасывая тепловые ловушки, Липецкий Су-25 имитирует атаку. Штурмовик, прозванный «Грачом», принимал участие в большинстве современных военных конфликтов. Он обладает феноменальной живучестью. Аналогов ему в большинстве ВВС просто нет. И снова уникальный случай за штурвалами двух МиГ-29 в расцветке стрижей пилоты Липецкого авиацентра «Соколы России». Сложнейшие элементы полета на предельно малой высоте. Зеркало, встречный нож, синхронная бочка. Дистанция между самолетами всего 2-3 метра. Дополнительные баллы мастерству АСов добавляют то, что всю программу они выполнили хоть и на привычных, но не своих машинах. Самолеты хорошие, но несколько отличаются по управляемости от наших. Именно заточены под пилотаж. Примерно таким строим только с большим числом самолетов «Соколы России» проходят над Красной площадью на Параде Победы. Но все же «Конек Липчан» — тактические приемы ближнего воздушного боя в ограниченном пространстве. Во время показов пилоты испытывают перегрузки до 8 единиц. Это значит, что на вираже, на их плечи падает груз весом в 700 килограмм. Комбез можно выжимать. Я весь мокренький внутри футболочка. Я ведущий. А что говорить о ведомых, которые ведомые в шестерке, а потом и в четверке. Очень тяжелый физический труд. Физический, психологический, эмоциональный. География их выступлений весь мир. И везде они срывают овации. Русские «Витязи» на пятерке тяжелых истребителей Су-27 раскрасили небо Липецка цветами российского триколора. Группа была создана в 91-м году. И за годы существования неоднократно признавалась одной из лучших в мире. Возможно, что в будущем именно «Витязи» пересядут на Су-35. ВВС России переживает второе рождение и может позволить оснащать пилотажные группы лучшей техникой. Я всегда говорил и говорю, за последние 2-3 года мы получили столько, сколько не получали за предыдущие 20 лет. В этом году также получаем более 200 самолетов и вертолетов. Плюс ко всему модернизация глубочайшая идет и модернизированные самолеты будем получать. Так что, слава богу, у нас все нормально в военно-воздушных силах с получением техник. Самые быстрые и яркие в небе — это о стрижах. Как и русские «Витязи», они базируются в подмосковной Кубинке и летают с 91-го года. Эмблема пилотажной группы — черные стрижи на красном фоне. И она фактически повторяется в небе на фоне тяжелых русских «Витязей» и грозных «Соколов» России. Четверка МиГ-29, как юркая стая. Конечно, мы дружим со всеми пилотами «Соколов» и русских «Витязей». У нас хорошие дружеские отношения. И мы, естественно, наблюдаем за успехами каждой группы. Для меня лично очень горд. Я горд тем, что сегодня мы приняли участие в фестивале пилотажной группы. Еще один подарок зрители не увидели, но услышали. Комментировал выступление летчиков человек, которого называют голосом пилотажных групп. Военный журналист — подполковник запаса Николай Анисимов. И о небе он не просто рассказывает, он о нем поет. «Вращаем небо мы в строю застыв. Нам разрешают делать все по краю. А срыв потока — это лишь поток осрыв. Нам не сорваться, главное, летая. Мы гвардии летающая стая». «Удивлять это не перестанет никогда. Хотя, как говорят, новых фигур высшего пилотажа не придумано. Но ребята всегда могут, не то что могут, они всегда что-то изобретают новое. Меняются эти составы, но суть всегда остается одна. Это знамя России. Это наша гордость». Грандиозное шоу «Атасов» в России продолжалось почти два часа. И уже завтра пилоты вернутся на свои аэродромы и начнут готовиться. Не только к ярким выступлениям, но и к учениям. Потому что каждый летчик способен в любой момент выполнить любую боевую задачу. Михаил Жушаков, Дмитрий Кузнецов. Липецкое время. Михаил Жушаков, Дмитрий Кузнецов.